Раньше, в стране Междуземья, сама жизнь зависела от кольца Элден, из которого произрастало мировое древо, которое в свою очередь наделяло всех живых существ благодатью, но некоторых ею обделили и нарекли погасшими. Кольцо Элден было разбито на части. А потомки королевы получили его фрагменты, каждый из которых нарекли великой руной, наделяющей владельца великой силой. Но со временем эти потомки начали сходить с ума, не справляясь с могуществом обломков кольца. Нам же предстоит найти всех наследников королевы и отнять их руны, что позволит объединить кольцо воедино. Но в зависимости от принятых решений по ходу игры, наша цель может меняться. И от этого же будут зависеть концовки, которые давай же рассмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эпоха звезд... Здесь мы помогали ведьме Ранне заменить Марику на себя в качестве ее вечного супруга. И теперь начинается эпоха звезд. Тысячелетнее путешествие под руководством Луны. Для этой концовки придется выполнить самую длинную из цепочек квестов самой ведьмы Ранне. Продолжение следует... 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 Дальше. Рыбак. Дальше. И золота. И злобавление. Какая-то макияжная. Редактор субтитров. Эпоха Абсолюта, или Лорд Бешеного Пламени. Тут мы сжигаем само Древо Жизни и высвобождаем Бешеное Пламя. Однако, при получении Пламени от Кузнеца, можно пройдя не самый быстрый квест, избавиться от него и иметь возможность выбрать другую концовку. Пламени от Кузнеца Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эпоха отчаяния Субтитры создавал DimaTorzok При желании использовать после победы над финальным боссом Впрочем, как и другие концовки, там нужно пощупать тело и что-то выбрать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эпоха порядка Тут, благодаря исцеляющей руне совершенного порядка, примененной на расколотой марике, мы можем восстановить былое величие древа и заставлять вещи казаться почти такими же, как и раньше Цепочка стартует с брата Карина, которого придется встречать в разных местах по ходу нашего путешествия Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эпоха Перелома Ее мы получаем, следуя за Мелиной Служанкой, которая напрашивается к нам еще в самом начале пути Мы можем не отвлекаться на дополнительных персонажей и их поручения, а просто следовать за ней Как результат мы восстанавливаем расколотое кольцо Элден и становимся Элден Лордом, занимая трон Для концовки нам потребуется минимум временных затрат Ближе к финалу придется получить огонь гиганта, дабы сжечь шипы древа и преграждающие путь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Ердтри.. Ты откройся Блайн Это может быть молотом Блайн 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok The Fallen Leaves Tell a story Of how a tarnished became Eldenlord In our home Across the fog The lands between Our seed will look back upon us and recall An age of fracture And for a pussie «Сцеление Принца Смерти», которую в свою очередь будем использовать на расколотые марики, и получаем возможность сразиться с драконом в форте Саксом. За которого даже ачивку дают в стиме. Технически я совсем не сталкивался с серией игр Dark Souls. И с творчеством Миядзеки был совсем не знаком. Да, предложенный открытый мир мне не сказать, что прям зашел. С другой стороны, проведя в игре 100 часов, я вполне себе освоился. Да, конечно, играя за мага, я получал гораздо более простой игровой опыт. Особенно сейчас в финале, когда он раскачанный. Я имел возможность поиграть как за астролога, так и клирика. Но всем мечникам, катанщикам и любителям ближнего боя, я хочу сказать, ребята, вы пропустили замечательные касты. Обратите внимание, насколько они могут быть красочными. Да, конечно, они более разрушительны. Но реально же, красиво. Обращение к тарковчанам. Ребята, я понимаю, что подобный контент вам не очень близок, и многие требуют тарков, тарков и только тарков. Кстати, это интересный шутер от российского разработчика, если ты с ним не сталкивался. Предлагаю заглянуть в видосики на канале. И может быть в ряду фанатов детища Battlestate Games станет на одного игрока больше. В связи с нашим нестабильным и не очень понятным временем, я завел и возродил давно заброшенные социальные сети и каналы для стриминга. Все они есть в описании, и на случай, если мой контент тебе близок, предлагаю присоединиться везде, дабы не потерять друг друга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...